я хочу вам кое-что сейчас показать обратите внимание на группу людей которые сейчас будет проходить мимо моего телефона мимо нашего окна скажем так сегодня по закону нашего города начинается обход вот этих хэллоуиновских личностей то есть всех тех которые празднуют хэллоуин и если они видят на крыльце что зажжен свет то они подходят к этому крыльцу и для них уже приготовлены конфеты мы свет не зажгли и еще дополнительно к тому я повешала на окне листочек не беспокойте нас чтобы люди знали что хэллоуин это не наша стихия давно мечтаю заказать знак про хэллоуин выставляется возле домов но как-то все бывает недосуг поэтому просто написала такую надпись все чтобы не беспокоили нас сейчас наверное там тима стучится в окно сейчас я посмотрю вы пока наблюдаете за теми кто проходит мимо ряжеными переряжеными что ноу окей 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 он уже ушли да он меня спрашивал что у нас нету конфет видимо они у него спросили или что я не знаю эх повернуть бы мне сейчас экран и показать как он ходит в дональде виде дональда трампа это вообще какой-то ужас ребят я вам сейчас покажу воскресенье 27 октября света белого не видно дождь льет как из ведра лужи ручьи очень сильный дождь вчера солнце светило вчера было хорошо а сегодня уже все по-другому из нашего окошка только улице немножко деревья еще зеленые стоят в принципе довольно таки но меняют уже цвет цвета но не настолько что мы прям как вчера звонила родителям казахстан они уже говорят все деревья облетели нет у нас все нормально у нас еще пока все нормально да дима да будем обедать что это что это может ему просто заговорить эй что это откройте кто-нибудь погибаю задыхаюсь я боюсь мама зачем ты там зачем я там в чистом поле теремок теремок не низок не высок не высок смотрю стоит в поле теремок думаю дай залезу отдохну все равно никто там не живет ну это оказался чей-то ну вот решила я поселиться в этом теремке а это оказался чей-то кемпинг чей-то лагерь ну надо вылазить теперь освобождать его надо аж голубь в непонятке что хозяйка залезла зачем хозяйка залезла под зонтик ну ладно это его жилище он хозяин ты не понял что тут происходит да ну вот такие дела под вечер случаются ладно буду вылазить вот кошатник сейчас мне говорит мама почему мы почему говорит ты принесла птицу в дом мы разговаривали про голубя я рассказывала как я его спасла он говорит что ты делаешь целуются с кошкой он говорит почему ты спасла птицу и не разрешаешь нам завести кошку или собаку я говорю ну если я найду кошку или собаку ну котенка или щеночка умирающими на улице то конечно же я спасу и принесу в дом они говорят ну они тогда вырастут и будут большими я говорю ну я все равно их буду любить потому что мы же их спасли и что вы думаете из-за угла появляется вот эта кошка он говорит я пошел ее спасать в общем я не знаю как его теперь оторвать от этой кошки называется ребенок сел делать уроки ох кошатник ох кошатник ой кошатник я не хочу никакую кошку потому что во первых у нас птицы во вторых за кошкой нужен больший уход здесь нужно им и прививки делать и лицензию на кошку нужно получать просто так кошку в доме ты не заведешь чтобы если мы выпускаем ее на улицу чтобы она с ошейником была кому она принадлежит в общем к ветеринару и уводить но мне надо все эти хлопоты мне дешевле птицу накормить и все клетку почистить и все дела зачем мне эта кошка нужна корм еще и покупать какой-то ну вот он теперь с этой кошкой ну это чья-то кошка потому что у нее там он колокольчик ну кошка конечно релаксует массаж не делает ага он ее трогает а она лапами дергает все равно не любит чтобы лапы им трогали надо бы позвать уроки делать пошли уроки делать уроки пошли делать но говорит эта кошка же типа чата мы же не можем ее принести домой еще мне вот этой здоровенной кошки дома не хватало ага если бы котенок другое дело она бы мне кажется даже с нашими птицами бы росла и могли бы подружиться можно конечно взять большую кошку где их специально там адаптировать ну зачем она мне нужна счастье такое вот он хочет лапой просто нет все надо его загонять сынок мой искупался в ванной стекло затянуло как чем затянуло чем затянуло стекло скажи мне запотело короче да и вот он мне написал ай лав ю мам о мамочки мои вот любовь вот этот знак мне видимо сегодня объяснила означает мир знак мира так что вот такие любовные истории друзья всем привет всем добрый день или вечер вообще не знаю у кого что у кого как я сейчас готовлю ужин это значит что время уже близится к вечеру и что я готовлю ну очень ленивую лазанью вы знаете для меня этот рецепт оказался спасением я начала готовить и думаю почему бы мне не поделиться этим рецептом с вами потому что это действительно если вы любите лазанью но вы знаете что с ней очень много возни то вы можете воспользоваться этим рецептом готовится очень легко и очень просто особенно если у вас остались вчерашние рожки или остался фарш или вы просто захотели приготовить такую лазанью пожалуйста посмотрите и вы убедитесь насколько это легко и просто все делается у меня остался фарш жареное уже готово я делала така и вот я решила думаю я его использую для своей лениво лазаньи рожки я уже сварила сейчас я покажу что я уже начала делать вот я начала уже обжаривать морковь у меня есть немножко фарша но этого хватит на лазанью чтобы сделать один слой мясной порезала уже лук еще сюда добавлю перец и я уже отварила рожки и для лазаньи нам понадобится сыр я не стала его доставать чтобы он не обветрился вот такой уже порезанный не тертый в общем вот таким сыром я воспользуюсь морковь обжариваю уже с луком теперь уже к луку и моркови я добавила сладкий перец и обжариваю все вместе я уже свои овощи переложила к фаршу сейчас еще наверное добавлю сюда сухой укроп вы можете добавить свои приправы, свои специи какие вы хотите, какие вы любите по вкусу и как только фарш уже будет теплым можно нашу лазанью собирать скажем так в форме выкладываем первый слой рожек на рожки выкладываем фарш на фарш мы выкладываем слой сыра если вам не нравится такой сыр вы можете посереть или купить уже готовый тертый сыр и сверху посыпать какой вам сыр нравится по вашему вкусу теперь мы два яйца разобьем вилкой и соль и перец добавляем мы по вкусу но я еще хочу добавить вот такую приправу я не знаю как она называется по-русски я уже забыла, я потом посмотрю и напишу на экране и я хочу еще добавить паприку я ее очень люблю, мне нравится ее цвет поэтому я добавлю туда, у меня копченая паприка и затем уже добавлю молоко и залью этой смесью свою лазанью у меня получилось два слоя так, теперь вот эту красивую молочную смесь я выливаю прям на лазанью она вся пропитается, вся впитается и думаю, что, ну не думаю, я знаю, я уже готовлю это не первый раз будет все очень вкусно кстати, я забыла сказать стакан молока и два яйца а все специи, приправы, какие вы хотите это уже по вашему вкусу, по вашему усмотрению я еще хочу закрыть фольгой потому что у меня духовка очень маленькая я не хочу разогревать большую духовку из-за одного противня лазаньи я буду разогревать маленькую духовку она у меня маленькая и форма будет стоять высоко под спиралью и будет подгорать поэтому я закрою фольгой и отправлю в духовку примерно на 20 минут духовку я уже разогреваю до 180 градусов по Цельсию или 350 градусов по Фаренгейту на 25 минут я отправлю в духовку и примерно за 5 минут до готовности я вытащу форму из духовки и закрою сыром и еще минут на 5-10 в духовку пока не расплавится сыр и может быть даже не поджарится немножечко мы любим чтобы он был такой с корочкой красивый пришла моя помощница Эвелина она мне немножечко поможет в съемке после того как наше блюдо постояло в духовке минут 30 наверное у меня стояло я выкладываю наверх снова слой сыра как я уже сказала вы можете взять сыр который не пластинками такими а посыпать ну как тертый сыр спасибо или уже готовый бывает продается сыр ну я решила посыпать вот таким сыром и теперь снова мы отправляем в духовку до того момента пока этот сыр не расплавится и даже немножечко не поджарится и вот такая красивая зажарка красивая лазанья у нас получилась попробуйте приготовить я уверена что и вам и вашим домашним это очень понравится всем приятного аппетита ну давай залазь куда ты хотела залезть в чужую квартиру через окно не стыдно ну лезь давай давай чё ты покажи всем как ты это делаешь давай залазь не стесняйся голубь чё ты не приглашаешь свою возлюбленную в гости ну куда ж ты тогда ж чай не налил ей все марусь улетел твой возлюбленный не пора ли тебе домой ретироваться а линка исчезни за моей спиной сейчас я вам что-то покажу люди мои добрые уже на голову лезут сам сел? или ты его позвала? сам сел? ну дай немножко попробуй ну улетел о все а дома никого девчонки смотрите какой у нас сегодня туман так здесь уже нет тумана поворачиваю еду на работу у меня сегодня среда опять дождливая погода и туманная как там утро весеннее утро туманное или что-то в этом роде знаете чем это пахнет? Тима ты сильно близко сел это пахнет тем что мы разожгли костер и пахнет дымом не мы не такой костер разожгли от которого у нас могли бы быть проблемы как она нам сказала что мы можем разжечь уголечки предназначенные для жарки мяса гриль в общем мы их и разожгли сейчас дима их высыпет и у нас будет огонечек от них искры когда они вот в таком красиво видели? теперь смотрите какие огонечки вернее как их звать там уголечки это предназначено для гриля но мы взяли такие которые ничем не пропитанные никаким керосином Тима осторожно в общем от них есть огонь но сейчас этот огонь погаснет и будет просто идти тепло и такие язычки пламени от него будут развиваться не знаю видите вы или нет вон там у нас сидит Эвелина спряталась немножко видно она укрыта белым одеялом поэтому ее видно чуть-чуть не поможешь рукой чтоб тебя вот так видно да умную мучь папу не видно кочего рождели столивар уральской соловьи вам привет у нее муж столивар поэтому я передаю привет Тиму видно или нет Тима ты где чуть-чуть видно что шевелится тень какая-то тень через плетень у них всегда свет горит так что вот так мы сидим видите огонь уже гаснет и теперь вот такие язычки пламени будут от них есть тепло живой огонь уютненько в общем ну конечно это не как дрова но и не как тот камин над которым наверное до тех пор вы все смеетесь что там смешного декоративный камин предназначенный для дома мы его вынесли на улицу чтобы погреться разочаровались Евелина неси семечки правда неси у нас же там еще семечки из Казахстана мы забыли про них посылочки вообще это у нас уже второй костер который мы делаем первый мы делали но это был пробный мы еще не знали как он у нас получится теперь мы сделали вот такой второй у нас потому что у нас первый получился Дима а где эти еще цветные вот эти штуки ты насыпал сейчас мы вам что-то покажем еще какую-то красоту вот пакетик и будет очень-очень красиво на 30 минут хватает этой красоты смотрите это химические опыты наводит ой смотрите о вау не очень не видно о вау а эффекта никакого особо мы сейчас они разгорятся красиво красиво гонечки будут о о увидели Димак настоящий столевар под дуб делает раздувает огонь так что вот так будем наслаждаться жарить маршмеллоу сейчас будем на огне на химическом на химическом там остальные там остальные как химия мы же все состоим из таблицы Менделеева так что все нормально и будем приятно проведить время так что нам это тоже нравится на первый раз мы сделали нам очень понравилось немножко разгораться тепло огонечек живой огонь самое главное что живой огонь а не какая-то химия да Тима ты уже шоколад ешь? да а как мы будем потом делать печеньки с шоколадом с маршмеллоу сморс сморс в россии не знают что такое сморс это такие такие печенья сладкие нагревается маршмеллоу ложится на одну половинку печеньки маршмеллоу в общем половинка печеньки маршмеллоу с шоколадкой сверху вторая половинка печеньки называется сморс я не знаю почему ну как-то вот так так что всем приятного просмотра приятного наслаждения а мы с вами еще увидимся до новых встреч